Ровно 50 лет назад была написана новая страница в истории пилотируемой космонавтики. СССР первым в мире провел успешную стыковку кораблей «Союз-4» и «Союз-5». За триумфом советских специалистов наблюдала вся планета. А как все было изнутри и через что пришлось пройти космонавтам? Воспоминания героев тех событий в репортаже Ивана Прозорова. Надо вот так стыковаться, видите, вверх-вниз одинаково. Вот так на пальцах дважды герой Советского Союза объясняет, как создавали прообраз первой орбитальной станции. Хотя там, наверху, все было совсем непросто. Командир корабля «Союз-5» Борис Волынов в свои 84 до сих пор помнит слова напарника Алексея Елисеева. Дружка ко мне поворачивает. Ну что, доигрались? И идем на такой риск? За два года до их полета первая же попытка стыковки закончилась катастрофой. Погиб командир «Союза-1» Владимир Комаров. Из-за этого отменили полет «Союза-2», «Союз-3» и опять неудача. А время поджимало разгар космической гонки с американцами. Удивительно, но вот так должна была пройти стыковка. Это у современных кораблей в носовой части есть специальный люк для перехода в соседний отсек. А тогда для «Союзов» разработали только систему сближения и захвата. А с корабля на корабль нужно было попасть через открытый космос. На орбите «Союз-4» и «Союз-5» встретились только 16 января. Стыковка и сегодня – одна из самых сложных операций. А тогда космонавты так долго прицеливали, что корабли покинули зону видимости Центра управления полетами. Чтобы весь мир не пропустил исторический момент, командирам пришлось вручную держать «Союзы» нос к носу на расстоянии 30 метров друг от друга, пока не вышли из радиотени, как раз на территории Крыма. Началось рукопожатие. Здравствуй, долго мы за тобой охотились. Долго, долго я вас тоже искал. Нашел. По советскому телевидению тогда показали мультипликацию, где фигурки космонавтов беззаботно перелезают из «Союза-4» в «Союз-5». На Земле, правда, не отработали важную деталь, что делать в момент знаковой встречи. Я взял фломастер и написал «добро пожаловать» перед люком. Увидели надпись, обрадовались. Говорю, ну давайте хоть соком обмоем нашу встречу. За тюбиком сока командиру передали утренние газеты с его же фотографией на передовице. На Земле уже вовсю шутили про «кто стучится в дверь ко мне». В гермошлеме с толстой сумкой на космическом ремне. Не до смеха было командиру Волынову в «Союзе-4». На спуске с орбиты отказала автоматика. Вовремя не отделился приборный отсек. Из-за этого на высоте 90 километров взорвались топливные баки. Спускаемый аппарат отбросило, закрутило. Он стал падать по баллистической траектории с запредельными перегрузками. Вдобавок, не полностью раскрылся парашют. А перед самой землей еще и не сработали двигатели мягкой посадки. Никаких иллюзий, признаются Волынов. Ну, я думал, что все, уже я попрощался с жизнью. Уже я работал на ребят, которые будут расследовать невести. Все в журнале. Надо было убрать из перстных, засунуть в серединку, чтобы не сгорел, не замотать. Что я и сделал. Чудо. Но он почти не пострадал. Кроме экзотической для землян травмы – перелом корней зубов в верхней челюсти. Уже через несколько часов командир докладывал руководство о полете. А через три дня вся четверка с отрядом космонавтов ехала на торжественный прием в Кремль. И тут у Боровицких ворот по кортежу открыли огонь. Это было покушение на Брежнева. Нападавший принял за него Георгия Берегового из-за густых бровей. Приехал Брежнев. Космонавты все целы, раненых нет. Все целы. Раненых нет, все нормально. Ну, тогда не будем задерживать зал. Уже готов. Вперед. Они сделали возможным появление станции «Салют», «Мир», «МКС», помогли наладить международное сотрудничество и приблизили мечты о дальних полетах, где межпланетные корабли собирают уже на орбите. Но сами до сих пор отмахиваются не подвиги, а всего лишь цепочка случайностей, по которой, впрочем, можно снять целое кино про титанов, которые прокладывали звездный путь для следующих поколений. Иван Брозоров, Елена Штоколова и Изис Гурбомбердиев. Первый канал.